Наверное, каждый, кто интересуется автомобилями, и особенно их электрическими версиями, за которыми вроде как зарезервировано будущее автоиндустрии, знает печальную историю машины под названием General Motors EV1. Ее нынче принято считать первым массовым электромобилем современной эпохи, выпущенным на рынок крупным автопроизводителем. Широкую известность этой модели, выпущенной мизерным тиражом, принес документальный фильм «Кто убил электромобиль», дивизировавший на экранах в 2006 году. Создатели фильма, и в частности американский режиссер Крис Пейн, личность широко известная в кругах защитников природы, на заданный в названии фильма конкретный вопрос дают вполне конкретный ответ. Суперпередовой электромобиль, от которого все были в восторге, который все хотели купить и который потенциально смог бы спасти эту планету от неминуемой экологической катастрофы, загубили нефтяные компании, организовавшие настоящий заговор против EV1. И в этом заговоре на стороне нефтедобытчиков выступили все заинтересованные лица – автостроительные компании, правительство Соединенных Штатов и даже потенциальные покупатели. Нефтяные компании победили, они убили электромобиль и продолжили зарабатывать огромнейшее деньжище на добыче нефти. В этом видео я расскажу альтернативную историю EV1 с фактами, которые, судя по всему, намеренно проигнорировали или исказили создатели конспирологической псевдодокументалки об убийстве электрокара. Как известно, автомобили с электрическими двигателями появились очень давно. И если говорить конкретно о General Motors, то еще в 1912 году компания выпустила в свободную продажу 682 электрогрузовика, использовавших свинцово-кислотные и железоникелевые аккумуляторы. Однако транспорт с двигателями внутреннего сгорания, как справедливо утверждает Крис Пейн в своем фильме, быстро одержал верх над электричками, поскольку был дешевле и проще в производстве. Тем не менее, работу в электрическом направлении General Motors возобновила уже в начале второй половины 20 века. В 1964 году был представлен концепт ElectroWear 1 на базе модели Chevrolet Carwear, использовавшей серебряно-цинковые батареи и 90-сильный электромотор. В 1965 была представлена вторая версия такой модели ElectroWear 2 с двигателем на 115 лошадей и запасом хода на одной зарядке примерно в 60-80 километров. Примерно в то же время подразделение GMC проводило аналогичные эксперименты со своими микроавтобусами, результатом которых стало появление модели ElectroVan. Эта модель приводилась в движение 160-киловатным электродвигателем, питание которому обеспечивали водородные топливные элементы. В конце 60-х, начале 70-х GM плотно сотрудничала с NASA, и результатом этого сотрудничества стали электрические луноходы, три из которых до сих пор пылятся где-то на поверхности Луны, вместе с кучей других искусственных объектов, оставленных человеком на поверхности земного спутника. В 1977 году на свет появился ElectroVet, построенный на базе Chevy Chevet и использовавший никель-цинковые аккумуляторы, обеспечивавшие запас хода в 80 километров при постоянной скорости движения в 48 километров в час. Так же, как и ранние модели ElectroWear, ElectroVet был лишь прототипом, нацеленным на изучение возможности запуска серийного электромобиля на рынок. При этом GM реально рассматривала такую возможность и даже собиралась начать производить нечто подобное, в случае если цены на бензин достигнут цифры в 2,5 доллара за галлон к 80-му году. Однако даже после эмбарго ОПЕК стоимость галлона бензина, достигшая своего пика в 81-м, составила лишь немногим более 1,30 доллара за галлон. В середине 80-х цена галлона бензина снова упала ниже доллара. Однако затем началось постепенное повышение стоимости топлива и как раз в этот момент General Motors обратила внимание на электрические разработки калифорнийской фирмы AeroWirement, которые в итоге и легли в основу очередного экспериментального электрического прототипа под названием GM Impact, впервые продемонстрированного в январе 90-го года на автошоу в Лос-Анджелесе. На бумаге GM Impact без сомнения был передовым концептом, в сравнении с которым меркли все предыдущие электрические разработки General Motors, а у конкурентов ничего подобного не существовало вообще. Машина могла разгоняться до сотни километров в час за 8 секунд, а одной зарядки в идеальных условиях хватало на 200 километров пробега. И что самое главное, машина не выбрасывала в атмосферу вообще ничего, то есть теоретически была абсолютно чистой и безопасной для экологии. И к тому же Impact был спроектирован с конкретной целью, чтобы в будущем превратиться в серийную модель. Обо всем этом и кое о чем другом рассказал во время презентации концепта председатель совета директоров GM Роджер Смит. Речь Смита о превосходстве электрических технологий General Motors, надо всеми прочими, и готовности компании организовать серийное производство электромобилей оказалось настолько убедительной, что уже в сентябре 90-го года организация под названием Калифорнийский совет по воздушным ресурсам утвердила мандат по транспорту с нулевыми выбросами. Этот мандат, имевший силу закона на территории штата Калифорния, обязывал каждого автопроизводителя продавать 2% автомобилей с нулевыми выбросами, а такими авто на тот момент могли быть только электромобили к 98-му году, 5% к 2001-му и 10% к 2003-му. Таким способом Калифорнийский совет по воздушным ресурсам собирался продолжить борьбу с низким качеством воздуха в Калифорнии, чем он занимался еще с 67-го года. И казалось бы, нет в этом ничего плохого. Однако все было далеко не так просто, как кажется. Все было далеко не так просто, как это было показано в фильме «Кто убил электромобиль». Ведь закон о транспорте с нулевыми выбросами – это ключевой фактор к пониманию того, что же на самом деле произошло с GM и V1 и прочими электромобилями от других производителей, появившимися на рынке, в результате принятия этого закона. Роджер Смит во время презентации концепта «Импакт» неоднократно повторял, что технологии, на нем представленные, являются экспериментальными, пока не готовыми к внедрению массового производства. Он говорил о том, что компания составляет бизнес-план, на основе которого можно будет составить представление о том, насколько этот проект осуществим в реальности. «Мы настроены на запуск электромобилей в серию более чем серьезно. Однако мы должны понять, чего же ждут от такой машины покупатели», – заявил Смит. Также председатель GM привел некоторые предварительные расчеты, согласно которым запуск проекта в массовое производство будет экономически целесообразным при условии выпуска не менее 100 тысяч электромобилей в год. При этом ожидаемая доля электрических машин в общем объеме производства General Motors должна будет достигнуть не менее половины процента. Однако все это станет возможным лишь в случае того, если покупатели захотят стать владельцами электромашин. А чтобы узнать это, нужно сначала вывести эти авто на рынок и лишь затем изучать полученную статистику. Из всего этого представители Калифорнийского совета по воздушным ресурсам услышали лишь две вещи. Технологии для выпуска электромобилей существуют, и GM собирается использовать эти технологии. И исходя всего из этих двух предположений, совет фактически приказал всем автопроизводителям не просто внедрить новые технологии, но внедрить их в строго регламентированные сроки и в строго регламентированном количестве. При этом и сроки, и количество были взяты, грубо говоря, с потолка. Поскольку GM уже официально огласили о серийном выпуске электромашин, до того, как мы приняли какое-то решение, эта технология вызывала большие надежды. Доподлинно известно, что вопросы коммерческой жизнеспособности электромобилей, их реальной стоимости и готовности покупателей принять такой тип транспорта практически не обсуждались, поскольку никакой статистики и релевантных данных по этим вопросам попросту не существовало. При этом совет своим мандатом определял не только дальнейшее поведение автопроизводителей, но и дальнейшее поведение покупателей. Он фактически приказывал покупателям становиться владельцами электромобилей, независимо от их цены и характеристик. Начиная с 2003 года, каждый десятый покупатель нового авто в Калифорнии должен был выбрать электромобиль. Хочет он того или нет, ведь если этого не произойдет, вообще никаких автомобилей продаваться не будет. Несмотря на очевидную абсурдность требований мандата, в оппозицию которому встали даже некоторые члены Совета по воздушным ресурсам, он был утвержден. И General Motors, так же как и остальным производителям, реализовывавшим свою продукцию на территории Калифорнии, на первоначальном этапе не оставалось ничего другого, как подчиниться его требованиям и приступить к адаптации глубоко экспериментальных технологий к запуску в массовое производство. Компании General Motors на этот процесс понадобилось почти 6 лет. За этот период джемовские инженеры проделали колоссальную работу, превратив концепт Impact в серийную модель EV1, не похожую ни на что существовавшая ранее. Это был по-настоящему революционный электрический автомобиль, который производитель называл сегодняшним автомобилем будущего, который удовлетворял всем существовавшим в то время стандартном безопасности. EV1 по габаритам был сопоставим с моделью Saturn SC и также использовал пластиковые кузовные панели, хотя и был тяжелее сатурновской модели вследствие присутствия комплекта свинцово-кислотных аккумуляторов. EV1 был почти бесшумным и достаточно шустрым, разгоняя с места до 80 км в час за 6 с небольшим секунд. Максимальная скорость электромобиля по техническим причинам была ограничена на отметке в 128 км в час, а максимальный пробег на одной зарядке достигал 100 км в жестких условиях городской эксплуатации. Впоследствии, когда на смену первому поколению EV1 пришла обновленная модель, использовавшая никель-металл-гидридные аккумуляторы, пробег без подзарядки в городском цикле увеличился почти вдвое, а в идеальных условиях он превышал 220 км. Чтобы восполнить запас энергии полностью разряженной батареи с использованием портативного чарджера на 1,2 кВт, требовалось 15 часов. Однако стационарная зарядка на 6,6 кВт, устанавливаемая, например, в гараже, ту же операцию могла проделать всего за 3 часа. Помимо всего перечисленного, EV1 получил футуристичный дизайн снаружи и особенно внутри. Машина имела чрезвычайно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,19 и использовала набор высокотехнологичных решений в области комфорта, включая электроусилитель руля, бесключевой доступ в салон и включение двигателя, систему мониторинга давления в шинах, проигрыватель компакт-дисков, передние подушки безопасности, полный электропакет, программируемый климат-контроль, электрический обогрев лобового стекла и даже режим имитации торможения двигателем с одновременной рекуперацией тормозной энергии. В общем, это был удивительный, высокотехнологичный, экологически безопасный автомобиль, который, по словам одного из его владельцев, был не просто автомобилем, а настоящим спасителем человечества. А еще он был дешевым, с ценой от 500 до 250 долларов в месяц, доступным практически каждому. И когда General Motors в декабре 96-го года вывела модель EV1 на рынок, за ней тут же выстроилась очередь. Это было все, что американец хотел от машины. Она клевая, быстрая, секси, супер. Именно так эту историю рассказывают создатели фильма «Кто убил электрокар». Согласно их версии дальнейшего развития событий, как только EV1 оказался доступным широким слоям населения, как только все поняли, насколько это было потрясающее во всех смыслах машина, в игру тут же включились нефтяные компании, сразу же распознавшие угрозу со стороны электромобиля EV1. Не желая терять ни одного доллара, получаемого со своего грязного бизнеса, нефтяные компании обрушили на EV1 и на все прочие электромобили, появившиеся примерно в то же время, всю мощь своего коррупционного влияния. Именно нефтяные компании заставили правительство Соединенных Штатов переключить внимание с перспективного электрического транспорта на бесперспективный водородный. Именно эти нефтяные подлецы сумели заставить General Motors и Daimler Chrysler подать в суд на Калифорнийский совет по воздушным ресурсам и отменить закон об автомобилях с нулевыми выбросами. И даже покупатели каким-то образом повелись на бесстыдные призывы нефтяных королей предпочесть употребляющие жидкое топливо в немеренных количествах SUV экологически чистым, превосходным, независящим от нефти EV1. Результат усилий нефтяных баронов оказался предсказуемым. В 1999 году General Motors прекратила производство EV1 и начала забирать, или как было сказано в фильме Криса Пейна, красть чудесные электромобили у их владельцев. К августу 2004 года на дорогах не осталось ни одной такой машины. Все они были уничтожены плохими парнями из General Motors с подачи совсем уж отвратительных парней из нефтяного бизнеса. Бедняги-владельцы пытались отвоевать своих любимых электропитомцев у корпорации, организовывали митинги и даже предлагали деньги, но все было тщетно. EV1 был убит. Реальная история появления и ухода с рынка электромобиля GM EV1 довольно сильно отличается от той, которую показали в кино. Начнем с того, что очереди, которые якобы выстраивались за EV1, были скорее виртуальными, чем реальными. Заявок на модель поступало действительно очень много, однако когда потенциальные покупатели узнавали, чем на самом деле был этот электромобиль, желание становиться его владельцем исчезало на глазах. А был он маленьким, совершенно непрактичным, непригодным для семейного использования двухместным автомобильчиком, под завязку напичканным новыми технологиями, долгосрочная надежность которых вызывала у любого адекватного человека большие вопросы. В фильме «Кто убил электромобиль» эта тема поднимается. Однако создатели фильма напрямую обвиняют General Motors в том, что она как-то неправильно рекламировала EV1 и рассказывала правду о модели, в том числе правду о ее реальном пробеге без подзарядки, который в глазах большинства обывателей составлял не целых 100 километров, а всего лишь 100 километров. Если вы выводите продукт на рынок, вы не описываете его недостатки. И действительно, если бы General Motors навырла быстрей короба о запасе хода, то дела у EV1 наверняка пошли бы лучше, аккурат до того момента, когда владелец машины остановился бы где-то посреди трассы из-за того, что у него сели батарейки. Ведь по версии старого Top Gear, к примеру, реальный пробег EV1 составлял даже не 100 километров, а между 65 и 85 километрами. На самом деле, General Motors приложила максимум усилий для популяризации новейшей революционной модели, которая была совсем не дешевой и совсем недоступной каждому, как было сказано в фильме. У нее была отличная цена между 250 и 500 долларами в месяц. А как только богачи могут покупать электрокары? Ну, думаю, это просто чушь. Это ерунда. Какая разница богатый человек или бедный? Рекомендованная цена производителя на EV1 составляла 33 995 долларов. И за эти деньги в 1997 году в США можно было купить, к примеру, седан BMW 328 или Mercedes C280 или Audi A6. Очевидно, что далеко не каждый американец мог позволить себе такие авто. Впрочем, купить EV1, пусть даже и по цене Mercedes, не мог вообще ни один американец. Машину можно было только взять в лизинг по цене 640 долларов в месяц у 47 избранных дилеров Saturn, которые на тот момент отличались высочайшими показателями покупательской удовлетворенности. Потратив около 8 миллионов долларов на предварительную рекламную кампанию на телевидении, в печатной прессе и в интернете, где, помимо прочего, появился специализированный веб-сайт, посвященный EV1, General Motors сумела найти всего 40 владельцев для своих чудо-мобилей. И практически каждый из этих людей имел непосредственное отношение к шоу-бизнесу, а значит, был далеко не бедным. Некоторые из первых получателей электрокаров были просто помешаны на спасении планеты от всякого рода экологических катастроф. В частности, речь идет об актере Эдварде Джеймсе Бегли из сериала Saint Elser и длинноногой фигуристой красотке Александре Поул из оригинальных спасателей Малибу. Бегли, так же как и Поул, уже давно владели дорогими электромобилями, созданными частными компаниями на базе стандартных авто, и, разумеется, они не могли пропустить запуск первой массовой электрички на американском рынке. Маркетологи из General Motors очень быстро сообразили, что на одних только селебрити и личностях, повернутых на проблемах окружающей среды, далеко не уедешь. И стоимость месячной аренды EV1 была уменьшена почти на сотню долларов, до 549 долларов, если говорить конкретнее. И лишь после этого реализация модели сдвинулась с мертвой точки. Но даже так, в течение 1997 года свои новые временные дома нашли лишь 288 машин. Вместе с тем, сумма, которую General Motors потратила на рекламу электромобиля в том же 1997 году, составила 10 миллионов долларов. К началу 1998 стоимость месячной аренды EV1 была снижена до 349 долларов, и в некоторых случаях, благодаря индивидуальным налоговым послаблениям, она могла составить всего 250 долларов. Однако ситуацию это улучшило не слишком сильно. И когда производство EV1 было свернуто, уже в 1999-м, общее количество построенных электромобилей этой модели, а ведь были еще электропикапы Chevy S10, составило всего 1117 экземпляров. При этом некоторые источники, в том числе люди, работавшие над проектом EV1, утверждают, что из этого количества лишь около 800 машин были переданы клиентам, а остальные впоследствии были переработаны, так и не выехав на общественные дороги. В этой истории есть еще один интересный момент, которого мы пока не коснулись. Это реальная стоимость EV1. Ведь с самого начала General Motors не уставала повторять, что все электрические машины будут продаваться с убытком, хотя никогда не озвучивала каких-то конкретных цифр. Единственное, о чем компания говорила открыто, это о том, что EV1 подходит для покупателей, чей годовой доход составляет не менее 150 тысяч долларов. Между тем, средняя заработная оплата в США в 1997 году варьировалась в зависимости от уровня образования и квалификации между 19 и 85 тысячами долларов. Как стало известно впоследствии, благодаря высказываниям бывших сотрудников General Motors, реальная себестоимость производства EV1 составляла от 80 до 100 тысяч долларов за единицу. Эта цифра выглядит вполне убедительной с учетом того, что производство одних только батарей, по оценкам экспертов, обходилось компанией примерно в 25-30 тысяч долларов и занимало около третьей всей стоимости машины. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть, какие огромные убытки несла компания на каждом реализованном EV1, и что именно из-за этих убытков электрическая программа General Motors и была свернута. Проект EV1 на фоне полного отсутствия спроса на электромобили со стороны массового покупателя на тот момент был финансово несостоятельным, и никакие законы и требования не смогли бы заставить компанию с огромным убытком выпускать продукцию, интерес которой проявляет лишь горстка экологически сознательных активистов движения в защиту окружающей среды. Когда General Motors подсчитала все деньги, потраченные на вывод EV1 на рынок, оказалось, что сумма превысила 1 миллиард долларов, а это значит, что каждый построенный электромобиль обошелся компанией не менее чем в 900 тысяч. Все дело было в деньгах и в полнейшем отсутствии спроса, а вовсе не в заговоре нефтяных компаний. В этой ситуации General Motors не оставалось ничего другого, как объединиться с Daimler Chrysler и через суд заставить Калифорнийский совет по воздушным ресурсам отменить ничем не обоснованный, принятый в попыхах, закон о транспорте с нулевыми выбросами, что и было в конечном итоге сделано. Нам осталось разобраться лишь с двумя вопросами в этой запутаннейшей истории. Во-первых, почему General Motors решила не оставлять EV1 владельцам, многие из которых не желали с ними расставаться и были готовы митинговать и даже выплатить остатки по лизингу? И во-вторых, почему General Motors уничтожила все EV1, вместо того, чтобы сделать с ними что-то еще? Ответы на эти вопросы также просты и не имеют никакого отношения к теориям заговора. Дело в том, что специалисты из GM в целом не имели понятия о долгосрочной безопасности аккумуляторных батарей, как свинцово-кислотных, так и никель-метал-гидридных, использовавшихся на втором поколении EV1. Заводской тестовый период аккумуляторов составлял всего три года, и что могло произойти с ними после этого срока, было неизвестно. А между тем, батареи обоих типов всегда были склонны к перегреву, особенно в условиях жаркого климата и даже к самовозгоранию. По этой причине General Motors произвела отзыв 450 машин первого поколения и заменила старые свинцово-кислотные батареи на новые никель-метал-гидридные. Однако проблему с перегревом инженерам GM так и не удалось решить. Чтобы полностью оградить себя от ответственности в случае потенциального взрыва батарей после долгосрочного использования, что теоретически могло привести к человеческим жертвам и, естественно, к судебным разбирательствам, General Motors убрала все EV с дорог общественного пользования. Оставив по разным данным от 20 до 40 экземпляров EV1 для целей дальнейшего изучения технологии, General Motors уничтожила остальные экземпляры просто за ненадобностью. Причем под уничтожением нужно понимать совершенно стандартную процедуру утилизации автомобиля, когда все компоненты, представлявшие ценность с точки зрения инженеров GM, были демонтированы, а остальное отправилось на переработку. Так кто же все-таки убил электромобиль EV1? Никто его не убивал. Он просто был рожден слишком рано и представил миру слишком революционную, слишком дорогую и слишком ненадежную технологию, к которой мир на тот момент оказался попросту не готов. Да и рожден EV1 был просто потому, что кто-то в Калифорнийском совете по воздушным ресурсам был слишком оптимистичен по отношению к светлому электрическому автомобильному будущему и слишком рьяно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей. Впрочем, технологии, которые использовались на EV1, никуда не делись. Они продолжили развиваться и уже в 2007-м General Motors представила очередной электрический концепт, подключаемый гибрид Chevrolet Volt, поступивший в продажу в 2010-м. Потом был полностью электрический Chevrolet Spark, потом Cadillac ELR. В 2008-м году на рынок вышла первая Tesla. В 2010-м в игру включился Nissan со своим новым Leaf. И электромобили постепенно начали превращаться из экзотики в мейнстрим. За три десятилетия, которые прошли с момента появления на свет концепта General Motors Impact, технологии сделали качественный рывок. И сегодняшние электромобили, и дорогие, и дешевые, способны проезжать сотни километров без подзарядки. А количество зарядных станций по всему миру уже приближается к миллиону. За один только 2019-й год во всем мире было продано 2 миллиона 200 легковых электрических транспортных средств, включая полностью электрические модели и подключаемые гибриды. Однако по отношению к общему количеству проданных легковых авто в 2019-м, эта цифра составляет всего 2,5%. И это убедительно доказывает, насколько же нелепыми были требования закона о транспорте с нулевыми выбросами от Калифорнийского совета по воздушным ресурсам на момент его появления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова